Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать о наиболее интересных событиях, которые происходят в шахматном мире. Ну а таковым в середине этой недели, точнее сказать, начиная со среды, является, безусловно, турнир. Можно сказать, даже супер-турнир, который проходит в индийской Калкатте. Это соревнование по быстрым шахматам и игре Блиц. То есть оно делится на две части, как принято в последнее время. Ну а что касается статуса его, то, пожалуй, турнир можно отнести к категории супер, в отличие, например, от аналогичного, точнее сказать, от другого турнира, который проходил в другом индийском городе Чинай совсем недавно. Итак, список участников возглавляет Магнус Карсон, сильнейший шахматист современности. Ну вот далее вы видите, что я привожу фамилии участников, имена и фамилии участников, без рейтингов и без номера. Почему? Потому что, коль скоро в турнире будет две части, то есть он состоит из двух частей, быстрый и блицевый, то, ну, может быть, не совсем уместно отдельно приводить блицевые рейтинги, отдельно приводить быстрые. Хотя первая часть, это, конечно же, рапид, и мы как раз сегодня, то есть я буду рассказывать о первых трех партиях, о первых трех турах этого соревнования, которые как раз проходили в среду. Итак, Магнус Карсон, Даниил Дубов, Надербяков Саторов, Винсент Кеймер, Весли Соу, Садда Шведид, Судердат Наранян. Ну, далее в конце идут с прошликом индийские шахматисты, причем очень именитые. Ну, вот вы видите, Рамеш Бабу Прагнанхо, Джон Ригайси, ну и затесавшийся между ними на предпоследние позиции в этом списке Нихал Сарин. В первом туре наибольшее внимание привлекала партия встречи между Магнусом Карсеном и Рамеш Бабу Прагнанхой. Ну, Рамеш Бабу Прагнанхо очень здорово играет и в обычные шахматы, и особенно шахматы ускоренные, поэтому считать или полагать, что он окажется легкой добычей Магнуса Карсена, оснований ни у кого не было. И первый код Магнуса Карсена был С2 на С4, на что соперник его индийский ответил Конь Ф6, Конь Ф3, Е6, Ж3 и Д5. Ну, ничего оригинального. Будет ли разыграно каталонское начало, или Магнус воздерживается от хода Д4, увидим сейчас С2, действительно Магнус не торопится, и черные пользуются возможностью сыграть Д4, дабы белые после этого не сыграли Д4. Ну, в чем смысл такого порядка ходов? В случае Д4, вот здесь, без С2, хода, который сделал Магнус Карсен, черные могли бы ответить С4, а тут вроде бы, вот белые пытаются, вначале сделать рокировку, потом что-то такое предпринять в центре, но соперник играет Д5, Д4, и ход этот оказывается достаточно модным, то есть, ну, он встречался в нескольких партиях, одну из которых я совсем недавно вам показывал. Хотя, с формальной точки зрения, можно и неформальной, общечеловеческой, скажем так, Д4 в такой редакции, это не очень удачное для черных решение, но помимо того, что они препятствуют ходу Д2, Д4, стороны белых, все остальное в минус идет. Почему? Потому что теряется темп определенный, черные сыграли уже Е6, если хотят дальнейшего играть Е6, Е5, или просто Е5, то в два приема приходится осуществлять этот маневр. Ну, а после Д3, слон Д4, шах все-таки черные дают, слон Д2, белые согласны меняться, тогда будет просто хронически получше, черные отвечают А5. Опять же, играя, избирая такую систему, Ромер Бабу Прогнанка, конечно, знал, куда идет, чего хочет, на что рассчитывает, и вот такое сочетание ходов, слон Д4 и А5, мне представляется весьма логичным, и очень неплохим. Коротая верхировка Магнуса, конь С6, конь идет на С6, то есть идея Е6, Е5 возможной оказывается в будущем, белые меняются на Б4, ну и, в общем, я думаю, что Ромер Бабу Прогнанка своему угрозному сопернику мысленно сказал, спасибо, я сыграл АБ, у меня полная гармония фигур, по линии А работает ладья, которая теперь в открытой линии поддавливает на белые фигуры, на белую пешку А2, ну, А3, А3, пока АБ не угрожает, черные делают, разумеется, локировку, следует конь Д2, теперь с АБ надо считаться, и черные берут на А3, благо белый конь СБ1 ушел, и ход СБ теперь приводит к ослаблению структуры белых, но Магнус, вот, не то, что позиционно жертвует пешку, ничего не жертвует, ФБ3 играет, на самом деле на А3 он не берет сразу, и теперь, разумеется, брать на Б2 нельзя, из-за ладья бьет А8, а ладья А8 не защищена, и пешку на А3 берет белая ладья, вот ладья А6, и перевод черной ладьи на Б6, внешне выглядит довольно экзотично, неправильно, но на самом деле, коль скоро эту ладью атаковать, по сути дела, белым нечем, а поле Б4 ослаблено весьма существенно, то такой перевод логичен, разумен и вообще хорош, то есть позиции черных после этого, вот они играют в ферзь Е7, зачем? Ну, чтобы белые просто так раньше времени в С4, С5 не играли, а дальше, если конь Б4 будет сыграно, ну, отмобилизуемся, расставим фигуры как надо, а С4, С5 сразу, ну, просто не смотрится, кроме того, что объективно это не очень хороший ход. Ладья А1 играет Магнус Карсон, следует Е5, захват центра, опять же, хотите играть С5, играйте, только ослабитесь, а мы, то есть я с точки зрения черных рассуждаю, сыграем там ладья Б5, потом проведем Е4, сразу или постепенно, может быть слона еще выведем с позиции С8. Ну, Магнус играет ладья А8, то есть вроде как линия белым пригурам принадлежит белым ладьям, и они демонстрируют то, что действительно это так, что они как-то там напрягают соперника, с другой стороны, на что белые могут рассчитывать? Никого они не атакуют, слона атакует, конечно, С8, но он уйдет куда-то, размен на Ф8, причем черные могут не торопиться с уведением, уводом слона с позиции С8. Ну и после А6, действительно, вот это происходит именно в такой редакции, чтобы форточку открыть для своей, может быть даже не своего короля, но и для своего слона, который готов выйти на Ф5. Такая мысль тоже у черных имеет место быть, присутствует. Вот конь Е1, Магнус как-то немножко искусственно переводит фигуры, а с другой стороны, куда еще вести их? На А4, это под Ж5, на Ф5 не прыгните, но ладья С8, какая-то жертва качества, какая-то конь Ф5, там на А6 конь потеряется, то есть маневр не заслуживает внимания. Идея конь А4 на Ж5, ладья С8, потому что после кони Ф5 и конь бьет А6, конь на А6 потеряется. Ну конь Е1, вот сюда идет Магнус Карсон, вроде логично, как-то активизировать своего слона, но уже в этот момент стало ясно, что в общем, что-то немножечко не то в стратегии белых. То есть они стоят похуже, а не получше, по линии ладьи работают в холостую. Б3, слон Ж4, не торопимся с ходом слона Ф5, пока действуем на нервы пешки Е2. Угроза взятия этой линии угрозы непонятна, может быть и не угроза, и демонстрирует это обстоятельство, что брать пешку Е2 черным, мягко говоря, невыгодно, ходом Х2, Х3, Магнус Карса. Теперь если слон Е2, тогда конь Е4. Оказывается, слон теряется в основных вариантах. Слон Х5 тогда взяли, взяли, разменялись на Ф8, сыграли Ж4, выловили слона, полной компенсации нет, очень слабенькая у черных, две пешки забирают, но позиция черных плоха. Но если конь Е4, то то же самое вид сбоку, как придется говорить. То есть здесь ход Ф5, вот такая попытка, вроде бы что чего-то добиться, она совсем не состоятельна, потому что слон Д5 шаг, потом заберем слона. То есть на Е2 брать нельзя, поэтому черный слон отступает, ну и ладно, типа того, что ушли, где-то, когда-то, может подвиснуть белая пешка на А3, если, например, белые увлекутся ударом на С6 и выигрышем каких-то пешек. Ну пока об этом вроде бы не идет речь, но вот ферзь С1, Магнус продолжает маневрировать, основная идея понятная, коня на С2 пропустить, ферзь уходит с этого поля, а может быть Ф4, где-то все-таки белые подготовят ход, ферзь С1 там будет поддерживать эту пешку. Ну хорошо, король Ж7, конь С2, осуществляется этот план, конь Д7, у черных естественное перемещение фигур, конь на С5 идет, пешка на Б3 под ударом будет, дальше можем Е4 подготовить, ну вот меняется Магнус, в общем, конечно он был не очень доволен своей позицией, теперь белые в принципе могли сыграть, если он бьет С6, вот то самое, о чем я говорил, причем здесь вроде бы совсем не то, но лучше всего черным взять пешкой, чтобы не позволять белым сыграть, нигде провести никаких освобождающих продвижений, тут же после А4, скажем С5, получается вот такая позиция, которая судя по всему все-таки примерно равная, там ладья А7 можно сыграть, черные свои плюсы имеют, но несмотря на отсутствие важного слона, белопольного, белые кое-чего добились, подпортили структуру сопернику, и более-менее легко развиваться, хотя конечно о преимуществе вверх не может быть идти речи, но скорее всего проблем у них особых нет, а Маглус резко пошел в Ф4 вперед, видимо это не совсем удачное решение, хотя психологически понять Маглуса можно, он чемпион, он не чемпион мира, тот чемпион мира, конечно, по рапиду и улицу, как раз именно в эти виды шахмат проходит борьба в Калкате, ну Ф4 вперед, ослабление, ну и цепляют черных, тоже белые как-то, Конь Б4, контрудар, что там дальше у белых, что будет с пешкой Ф, бить куда-то вперед, вряд ли, Конь бьет Б4, Фердь бьет Б4, но теперь если ФЕ ход не был сделан, тогда Конь бьет Е5, непонятно, чего белые добились, ставят просто хуже, может быть не очень сильно хуже, не смертельно хуже, то что у белых хуже, поверить легко, был сыгран и Конь Ф3, то есть Магнус последователен, он давит на центр соперника, на пешку Б3 наплевал, ну отдадим эту пешку в любом случае, но зато начнем какие-то активные операции на крадис на фланге, Конь Ц5, сильнейший ход, на Ц5 отдаем, но хотим на Б3 пройти Конем, а не Ферзем, Ферзь А3, потому что брать сразу нельзя на Е5, Конь бьет Б3, и ладья потеряется, ну качество, а вместе с ней партия, Ферзь А3 поэтому, размен-размен, взятие на Ф4, взятие-взятие, и Конь Б3 у черных в этой позиции, уже лишнее пешка стала, но, правда, белые улучшили позицию своих фигур, и какая-то компенсация у них за пешку есть, но недостаточная, Король Ф6, А4, Ц6, ладья А8, ну здесь началось нечто странное, ладья А6 вот нормальный, ладья Б8, ладья А2, с понятной идеей сыграть Конь Ц1, на Ладья Б7 Конь Ц1, ну и потом на Д3 возьмем, если будете защищать пешку Е2, то есть разваливается вот эта самая структура белых, пешка Е2, пешки Д3, одна из них теряется, с Король Е1 было сыграно, ну вот здесь, конечно, удивительное рядом, то есть не решился, вот авторитет Магнуса Карсона, подействовал на ровер-бовую прогонатку, самым удивительным, ну или не удивительным, не знаю, убойдым образом, почему, ход Король Ф5 просто выигрывал партию, вот просто почти выигрывал партию, хитрый в чем, ну Радья Б7 вроде основной ход, висит Конь, там на Д4 будет вывисать пешка, теперь черный играет не Конь Ц1, что считается в первую очередь, тогда взятие, на Король Бет Ф4, Король Д1, очень сильный промежуток, потому что иначе, черный Король проходит по черным полям, он взятие на Е6, ФЕ просто плохо убил, сразу скажем, если там давать шаг, то Король Ж3, на Е2 висит и так далее, а вот такой ход вот, защищает, защищает белых, но и ничего особенного нет, Конь Е2, взятие Е2, Король Е3 все равно в черных лучше, но ненамного, а вот ход Конь Ц5, в этом варианте, который не встретился в партии, видимо почти выигрывает партию, здесь конечно страшновато, в Рапиде тем более, висит на Д4, ну может быть, Ладья Е7 стоит сыграть, что такое взятие на Е4, на Д4, давайте возьму с шахом эту пешку, тогда Король Бет Ф4, и белым нехорошо угрожает Король Е3, ну скажем, Конь Е6 или не Конь Е6, что Король Е3 угроза, как парировать будем, Ладья Б1, это отбой полный, а если взять сюда, может вообще Король Е3, Король Е3, динамика такая, угрожает Ладья А1, шах и мат, ничего лучшего для белых, после этого хода, чем Ладья Б1, может Король Д1, Ладья Б1, Ладья бьет Е2, всех отобрали, выиграли партию, а если Король Д1, что, шахи даем или нет, забираем Ладью, Ладья старше, вот, а Кладья Е7, увидели отсюда, пошли вперед, и вот это вариант, опять же, который не встретился в партии, если Конь бьет Д4 здесь, то Король Е3, то самое, о чем говорилось, но в главном варианте получается мат, но это не главный вариант, но ничего лучшего все равно нет, на НЦ2, на Б3 отступать нельзя, Конь С5, и Ладья С2 контролирует, Тополя, Конь висит, белые могут сдаться, если не Конь бьет Д4, а Конь Д2, ну, тогда играем с Ром Ж4, вот так вот сильно, всех отдаем, скажем, если Ладья бьет Ф7 шаг, то Король Е3, и на какие-нибудь отступления, или там взять С6, скажем, даем шаг, и выиграем фигуру, а вместе с ней партию, Конь Б1, Ладья бьет Б1, и так далее, Аслон бьет С6, играем Ф5, и при материальном равенстве и черных решающее преимущество, то есть, как-то вот оценить это не так уж сложно, я не знаю, время было не очень много, все-таки играет с Магнусом Карсеном, Ромеж Бабу, Прогнанатка, в общем, подрастерялся, испугался, сыграл Ладья А7, пешка лишняя, а пешка лишняя скажется, угрожаемый Король Ф5, но Белые играют вот так, сюда, и что теперь, Ладья А2, можно ли было играть, вопрос Фиросовский, сюда, ну, с Рома С6 есть идея, в целом ряде вариантов, но еще, так сказать, правильнее, конечно, куда правильнее дать шаг, и на Король Ф4, разменяться, разменяться, вариант лежит на поверхности, дальше дать шаг с поля Ф8, надо идти на поле Ж4, теперь Ладья Ф6, у Белых не хватает двух пешек, но все пешки черных под ударом, и не хуже, просто не хуже, так сказать, у Белых, сколько взяли, сохранили активную позицию фигур, там Король какой-то наш, 5 неискренний, то есть сюда черным идти не хочется, и они сюда не пошли, а вместо хода Король Ф5, неудачного, был сделан правильный ход, Ладья А2 с угрозой, Ладья Ц1, Белые сыграли теперь Слон Ф1, ну, Конь Ц1 давала черным преимущество, не был этот сход сделан, Король Е1, привожу вариант дальше, теперь Король Ф5, Конь вышел в люди, на поле Ц1, с Рон Х4 теперь бояться нечего, Король бьет Ф4, там на Е2 висит все, шах, вот Король Д1, скажем, и теперь Ц5, вот это вот, понимаете, вот Ц5, ход такой спокойный, оставляющий коня под ударом, конечно, на поверхности не лежит, ходом Ц5, черный защищает пешку Д4, чтобы не было идеи, Конь бьет Д4, ну, если Король бьет Ц1, тогда дали шах, забрали на Ф4, даже не на Ф1, можно на Ф1 забрать, а можно их сюда забрать, потому что, ну, скажем, как тут, отступать с Рон Х2, ну, он попадет в беду, потому что его, начнут атаковать, черный Король, может быть, даже не сразу, а вот как-то вот так вот, прошли вперед, если Конь Е1, то что будет? Ну, атаковали этого Коня с помощью своего Короля, потом Ладья Е1, забрали Коня, и, навскидку, даже таким вот взглядом, видно, что Черные останутся после, этого с лишней пешкой в выигрышной позиции, вот такой не совсем очевидный маневр, ну, если Ладья бьет Б7 здесь, тогда Ладья бьет Ф1, ну, дальше можно не смотреть, опять же, нельзя сказать совсем выигрышную черную позицию, но близко к тому, то есть Ладья Ц7, можно сыграть в наглую Слон Ж4, на Ладья бьет Ф7, Король Ж3, Конь на Ф3 связан, заберем, зайдем сбоку, дадим шахи, отбросим Белого Короля, заберем на Ф4, выиграем партию, вот, но если здесь сыграть не коробит С1, а Слон Ж3, взять и на Е6, что вроде в контексте того, что мы видели раньше, логично, тогда все равно, черные не берут фигуру, это берут на Е2, висит другая фигура, Конь на Ф3, наряду с Слоном на Е6, если Слон Д5, вот Слон Д5 такой ход, здесь черные должны играть аккуратно, Ф5, потому что, если дать шах и забрать этого самого Слона, тогда у белых опаснейшая проходная, вот белые могут даже простимулировать этот маневр ходом ладья Е8, Конь С3, Конь бьет Д5, Конь С3 правильный ход, а вот здесь надо играть не Конь бьет Д5, после чего лучше у белых, их пешка страшно опасная, черные вроде тут спасаются, но именно спасаются на соплях, дают какие-то шахи, отбрасывают что-то, остаются без ладьи, там пешки сильные, ну ладно, вот, а правильный ход здесь не Конь бьет Д5, а Ж5, и посмотрев на эту позицию, убеждаемся, что у белых ужасный король, у черных мощнейшие проходные, плохие фигуры, которые никак нельзя вывести в люди, скажем, взять и взять, там С1 бьет Б7, играем ладья А7, отбрасываем слона вот сюда, и теперь такой маневр осуществляем, атакуем слона, и у слона не остается полей уже на этой диагонали, а С1 Д5 теперь уже заберем, конечно, заберем, возьмем на Ф3, ладья надежно, так сказать, нейтрализует возможности белой пешки проходной на поле Д5, в случае С1 Д5, мин Д5, сады и король бьет Ф3, а Конь Е5, тогда играем ладья А2, отбрасываем короля вниз, играем Ж4, и не то, что выигрышно стоит, выиграно стоит, здесь борьба продолжается, но у черных преимущество, у черных все-таки преимущество, хотя здесь у белых есть шансы на спасение, после хода Конь С1, но в партии был сделан не ход Конь С1, ладья А7, белые сыграли слон Ж2, ладья А2, и соперники согласились с ничью, в связи с троекратным повторением, которое вот-вот произойдет, то есть Равер Ваупрагнанка отказался от попыток сыграть эту партию на победу он переиграл, а затем переигравший согласился на ничью. Следующая партия, концовку партии, это поединок того же первого тура между ВСЛСО и Сантошем Веддитом, ну что происходило в этой партии, ну наверное все-таки и ВСЛСО при всем при том, немножечко воспринимался как фаворит, хотя может быть не столь явный, поскольку все индийские шахатисты, в том числе и Сантош Веддит, все-таки это участник турнира претендентов, последнего из тех, которые состоялись, хотя речь идет о сейчас, вот на этом турнире, а в игре пропит, потом будет блиц, а турнир претендентов проходил классику, тем не менее, вот концовка этой партии весьма познавательная, ну я думал вначале не показать ее сначала, а потом решил, что ну не нужно этого делать, потому что ничего интересного, скучноватая игра, ну назревает ничья, Ферзь Д6, Ферзь С3, в случае Ферзь Е5, позиция равная, вопросов нет, ну легко поверить, что позиция равная, более того, карты же черные поактивнее стоят, может у них лучше, нет, у них не лучше, Д4, может быть именно под впечатлением, под ощущением каким-то таким, что мои фигуры поактивнее, не поиграть для меня на победу, на А5 брать нельзя, висит Конь на Д4, так сыграл Конь Е4, Сантош видит, последовал Ферзь Е3, и вот здесь у белых лучше, то есть как-то, получше, Конь Б3, теперь вот такой ход, атакуем пешку стоящую на А7, что делать, Ферзь Б4, вроде все логично, у белых пешки висят, и Конь скован, атакой черного Ферзя, Конь стоящий на Б3, Ферзь Д3, и Ферзь выходит в люди по линии Д, опять же, позиция объективной ничья, потому что, ну что, Ферзь идет вперед, Король Ф8, Конь берет на А5, теперь ходом С5, С5 важный ход был, черные форсировали ничью, все равно, они немножко рискнули, пойдя вот на такой обмен, они скорее срабейшие, чем сильнейшая сторона, но ход С5, чем он хорош, не только тем, что выводит пешку из-под удара, конечно, это важно, но то, что он перекрывает диагональ, и пешка Ф2 теперь может быть атакована черным ферзем, и защитить ее ферзем с поля А7 или с поля Б6, белые не могут, то есть, Конь С6, скажем, Ферзь С2, висит пешка, ну, белые могут дать вечный шаг, но ничего большего у них нет, вот, понятно, что вечный шаг у белых есть, но под шаги коня черный король не встает, а Ферзь бьет Ф2, такая угроза, что игнорировать ее нельзя, поэтому надо давать вечный шаг, это с точки зрения белых, я рассуждаю, вот, ну, вместо хода С5 был сыгран Ферзь С2, опять же, рапид, времени немного, но вот атака пешки, и недооценил, не понял элементарные обстоятельства, здесь в центре видит, что белые могут дать один шаг, второй шаг, поставить Ферзя на позицию, с которой защищает пешку Ф2, а затем взять на С6 конем, и у белых, ну, приличные шансы на победу, лишняя пешка в моменте, на С4, конечно, висит, можно забрать, но тогда Ферзь С7 шаг, вперед, теперь Ферзь С7 шаг, Король отступает, Конь Е5, атаковали Ферзя, атаковали пешку Ж6, Ферзь Е2, теперь Ферзь С6, далее Ферзь Б6, и белые играют, Конь бьет Ж6, после того, как перевели Ферзя на поле Б6, от которого защищает пешку, стоящую на поле Ф2, то есть, здоровая лишняя пешка, и технически выигрышная позиция, поскольку и Король отброшен, черных, и пешки потенциально слабые, потенциально где-то проходные будут образованы, но белым нужно аккуратно перегруппироваться, поскольку Ферзь с конем оказывает давление на позицию их рокировки, на прикрытие белого кроля, Конь Д2, вот, соход с тыла идет какой-то, Ферзь Ф1 и Конь Ф3, мат, это угроза серьезная, шаг дается, теперь Ферзь бьет Ф5, поле Ф3 прикрыто, дадите шаг, уйдем, Конь Ф3 шаг нет, ну, Король Д1, то есть, можно, конечно, было бы предположить, что окончить показ этой партии словами еще последовало, мы вправе, но не все так однозначно, теперь ход Ж4, вот здесь, в этот момент, выигрывал форсированно, выигрывал форсированно, поскольку в случае АЖ, Ферзь бьет Ж4, размен Ферзей, две проходные, две лишние пешки у белых после размены Ферзей, пешка АЖ страшная, проходная, но черные со всеми совладать не успевают, легко поверить, совсем выигранно у белых, если АЖ, а если Ферзь бьет Е5, то есть то, что останавливает как-то вот так, обладателя белых фигур, такой удар, шаг, шаг, затем Конь Ф3, но оказывается, что эта позиция легко выигрышная, поскольку справиться с белыми проходными один Конь без помощи Короля не может, например, там Король Е2, Король Ф4, если Конь Ф7, тогда просто идем вперед, тупо вот так вот, ну, если Конь А6, идти на угол, это совсем не то, там, достигнут будет этот Конь Королем белых, черные не успеют забрать обе пешки своим Королем, а тут вот так, ну, можно просто сыграть А6, забрали, забрали, ну, и что там, понятно, Таши Белые провели свою пешку в Ферзи и выиграли партию, то есть, Конь Ф7 не помогает в этом варианте, Конь Ф3, такой тонкий паневр с идеей взять на А4, тоже не помогает, потому что, ну, с позволениями сказать главного варианта, просто пришли Королем, забрали Коня, ушли с А8 и просто ставили на А8 Ферзя, то есть, Ж4 выигрывало легко, а было сыграно Конь Д3, и вот после этого, все могло бы начаться сначала, извиняюсь за такую, достаточно популярную тавтологию, то есть, Конь Ф3, Черные должны были сыграть, и затем Конь Д4, перевести Коня на Д4, откуда он оптимально поддерживает действия своих фигур, ну, в чем хинрис, во-первых, непонятно, как вот сманеврировать Ферзи, чтобы он и Коня держал, и Пешку защищал, и Пуле Ф3 прикрывал, ну, Пуле Ф3 прикрывал, что важно, лучший ход, видимо, Конь Б2, здесь, нужно взять этого Коня, Ферзь бьет А5, и дальше вот можно белыми играть на победу эту позицию, шансы у белых на выигрыш есть, но кажется, Черные при оптимальной защите, все-таки имеют основания рассчитывать на спасение, на ничью, у белых лучше, три связанные проходные, но при Ферзях, поэтому не все еще ясно, а было сыграно по-другому, было сыграно Конь Ф1, повторение позиции, теперь белые вместо хода Король Ж2, который выигрывал легко, там, на Ферзь Ф1, вот так вот, и теперь уже можно сыграть Ферзь Д5, перегруппировавшись как надо, и не бояться никаких там атак на своего короля, а было сыграно Конь Х2, после чего можно Конь Ф3, Конь Д4 было сыграть, опять же шансов на спасение, но было сыграно в исходу Конь Ф3, Конь Ф1, теперь Король Х3, Конь Д2, Ферзь Д5, тот самый маневр, о котором я говорил, осуществлен уже, независимо от действий черных, черные ошиблись, белые поставили на Д5 своего Ферзя, Ферзь дает шаг, отступаем, и теперь, ну, Конь Ф4 легко выигрывала, то есть как легко выигрывала, получается то же самое, что мы вскоре увидим, вот такой вот маневр, эта позиция выигрышная, мы ее увидим, поэтому я не буду углубляться, и анализировать, почему это выиграно у белых, был сыгран на Король Ж1, и лишь вот после включения этих ходов, белые наконец-то сыграли Конь Ф4, взятие, Король Х3, висит на Х5, если Берые заберут пешку Х5, они выиграют легко, уверенно, Конь связан, Конь Ф3, Конь Ф1 играть нельзя, пока он связан, Король на Д1 черный стоит, Ферзь Ф1, Ферзь Ж2, отступили на Б5, теперь Ферзь Х1, ну не строго обязательный шаг, но вполне возможный, и Ферзь Д5, Ферзь Д5, ну белые хотят забрать пешку Х5, шаг, отступили назад, Ферзь Б5, теперь Ферзь Е2, ну правильный маневр, вот этот вот, Ферзь Д5, повторение позиции, а Ферзь Е2, это кто куда надо, висит пешка, стоящая на Х5, ВС Лесоу четко посчитал варианты, осознал, как усиливать позицию, Ферзь Д7, то король ушел просто, конь связан в черных, а на Х5 мы заберем следующим кодом, поэтому вроде как надо меняться, и отправить коня на защиту пешки, если бы черные могли потянуть своего короля куда-нибудь там на Е4, была бы ничья, безусловно, но король черных далек от коллектива, оторвался от него, следует удар, жертвуя коня, и белые поперли вперед своими пешками, и воспрепятствовать триумфальному шествию этих перш невозможно, конь отступает, чтобы не пропустить пешку Аш-Ферзи, теперь король Ф4, плечо бы теснили черного коллегу, вперед, еще раз вперед, Ж6, король Е7, ну и последний точный ход, Аш-7 и черные сдались, если Ж7, то вот это ничья, маленькая ловушка, взятие-взятие ничего не дает на Ф8, иначе прорваться никуда нельзя, конь Аш-7, и черный герой к ничью, вот, А Аш-7, код который сделал здесь ВССО, приводит к тому, что никак эту пешку не удержать, возьмете на Ж6, возьмете на Аш-7, разницы нет, пешка Аш, или новопоявившийся на линии Аш-пешка проходит в Ферзи, так ВССО выиграл партию и сделал заявку на высокий результат. Следующий пункт нашей программы, это опять же, не вся партия, а партия, начиная с некоторого момента, между Винсентом Кеммер и Норбеком Масаторовым, все-таки я вот решил показывать не все с начала до конца, если начало не представляет такого большого интереса, скажем так, дебютная часть. Ну вот позиция, Кеммер и Норбеком Масаторов, ну я думаю, что оба соперника хотели играть на выигрыш, позиция на самом деле равная, у черных не хуже, хотя вроде бы белый там, ну у белых лучший слон, формальный и так далее, но у черных преимущество пространства, слон С8 стоит как надо, прикрывает все на свете, защищает пешку и поля Ф5 и Е5, и Д7 заодно тоже, и вот с Ж5 начинает Норбеком Масаторов активная операция на королевском фланге. Ладья С2, здесь можно было, ну король Е7 можно было сыграть, у черных тоже чуточку лучше около равенства. Взял на Н4 на Дербек и допустил слон Н5, вот такой маневр, то есть в чем сила этого маневра? Ладья отбрасывается с 8-го ряда и слон С8 не будет защищен двумя ладьями, а только одной. И когда ладья пошла вперед, белый играет конь Е4, угрожает, ладья бьет С8, ну поэтому в общем бить дальше нельзя, и бить коня невыгодно, там у белых перевес очевидно. Ну слон Д7, может быть слон Е6 было сыграть лучше, вопрос такой. Конь С5, начинается какое-то осложнение. И в общем у белых скорее получше, чем похуже. Вот здесь у них просто лишняя пешка в моменте на доске. Ну ладья же 7, какая-то активность у черных есть, но у белых лишняя пешка все-таки. В ходе вот такого лавирования, обмен ударами, белые пешку выиграли. Ладья же 1, хорошо, меняемся, меняемся, играем слон Д5, слон Е2. То есть очевидно, что выиграв пешку, белые превратились в сильнейшую сторону, и уже не черные должны мечтать или думать не о выигрыше партии, не о завязывании каких-то осложнений, а о спасении без пешки. В6, конь Д3, ладья же 8, слон Ж2, ну черные просто так не меняются, коня связали, ладья Д3, после размены Эншпилю черных тяжелый, всеобщий он Д3, поэтому они дают шах-шах, берут слоном, а дальше коня своего сохраняют, потому что в случае взятия коня, ну взяли королем, там ладья С7, шах угроза, здоровые лишние пешки, большие шансы на победу. Ладья Ж2, король отступил, король Ф6, теперь вот слон С2, сохранял за белыми практически шансы на победу, не то что неплохие, но определенные, то есть в моменте лишняя пешка у белых, слон против коня, правда белые пешки слабые, ладья черных активен, поэтому после ладья А2, все не так просто, белую пешку отыгрывают, какие-то свои проходные образуют, ну пешку, проходную падение аж во всяком случае, ну был сыгран на слон Е2, что выглядит логичней, так вот, по-человечьей, то есть на Ж4, чтобы не особо прыгал конь, на Ф3 тем более, все поля, ну обычно такой слон стоя на Е2, вырезает черного коня, теперь правильным решением был ход ладья Ж1, и ничего белые особо не добивались, на король Д2 следует повторение позиции, если Ф4, вот здесь, тогда конь Ф3, и очень интересный механизм, просто ничья вот эта, ничья, дается шах, идти вперед нельзя, подвесит конь, а если сюда, тогда шах, если на Д1, тогда шах, и потом снова ладья Ж2, и никак с этим слоном не совладать, вперед идти можно, но тогда конь Е1, назад идти на Д1, тогда на Ж1 шах, и потом ладья Ж2, повторение позиции и ничья, в случае хода король Д2, поэтому вроде надо играть слон Д1, если белый слон Ф1, хотят играть на победу, тогда ладья Ж1, и белый слон связан, и черные в удобной для себя редакции получают вот такого рода положение, и здесь у них шансы на спасение очень велики, чуточку лучше у белых, но не намного, то есть белые пешки скованы, на этой фигуре, на Е3 подвисает, если ладья пойдет вперед, на А4 висит, черные спасались, после ладья Ж1 достаточно уверенно, и это минус, ходом вот этим самым, вот видите, вот здесь, ходом ладья Ж1, подчеркивается неудачность, скажем, не сам, хода слон Е2, а было сыграно ладья Ж2, так, вроде естественно, после этого у белых позиция близко к выигрышной, Ф4, Конь Ж4, Е4, прорыв в центре, бить нельзя, пешку висит Конь на Ж4, ладья бьет А4, Е5, видимо, ну, почти выигрывала партию, жертва фигура на Е5, утешение слабое, верно, технически выигрышная позиция, если отступить, тогда даем шахе, даем шахе, играем слон Б5, и заходим с тыла, вот это вот для черных неприятно, не торопимся брать пешки, тогда черные активизируют свою фигуру, на Ф4 висит, в общем, контрграк это у черных, а здесь контрграк не получается, не успевают черные физически, скоро мысли так, тогда шах, потом ладья Ф7, прицепились к этой пешке, к Е3, с Е6, и белая пешка Е, проходит ферзи, в основных вариантах, и белые выигрывают, то есть ход Е5, видимо, почти выигрывал партию, но Винсент Кеймер пошел другим путем, он дал шах, что естественно, и дальше сыграл ЕФ, взяв пешку, у белых все равно преимущество, все равно у белых шансы на победу, но у Ундербека появляются возможности для оказания сопротивления, вот он уходит с подкрытого шаха, хотите давать шах с поля Е7, давайте, но дается шах, король идет на А8, разумеется, нельзя идти на Ф8, за ладья в 7 шаг, потеряется конь, теперь ладья бьет А7, но черные предъявляют свой козырь, во-первых, они забирают пешку с темпом, что логично, и во-вторых, пешка Аш у них есть, ну, конечно, здесь никто не предполагал, что все может закончиться так, как закончилось вскоре, и пешка Аш далека от поля превращения, вроде не такая страшная, белый играет слон Е6, пешка Аш поперла вперед, ну, хода был отец А7, белые сохраняли чуточку лучшую игру, я не буду вдаваться в подробности, ну, лишняя пешка, слон против коня, ну, черных, видимо, неплохо, они спасаются, но их хуже, а возле Ф7 следует конь G4, отбросили коня, а что дальше, Ф8, король ушел, шах, король ушел вперед, спасибо, дали возможность королеву активизироваться, наверное, мысленно сказал Назербек, теперь я, в общем, наверное, не проиграю, действительно, он не проиграет, но белые зашли за пешкой, идея стоит, видимо, в СОМ-ШБ6 взять шахом, но черная пешка тоже неплоха, вот она идет вперед, 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 белые заходят с тыла, чтобы с H8 воспрепятствовать при движении этой пешки, следует H2, шах, король идет на G5, позиция ничейная, ходом ладья G8, белые четко делали ничью, если вперед, ну, на король H5 всегда есть ход слона F7, в всяком случае, вот, а если сюда, тогда слон D5, но слон D5 все равно можно сыграть, слон препятствует передвижению пешки, можно слона этого выиграть, взять на F5, и так далее, ничью черную делают легко, но на победу, на преимущество играть они не в состоянии, но какого же было изумление и радость для Ребекка Масаторова, когда его соперник ввел короля на D2, с тем, чтобы нах... ну, ладья вроде бы держит пешку, и так далее, но был сделан всего лишь один ход, для Ребекка посмотрел, сыграл конь H6, перекрыто все на свете, шах G8 не дашь, H1 выражает, а если сыграть слон D5, чтобы не пустить слоном пешку в ферзи, тогда шах, забрали слона, и пешка в ферзи прошла. В результате Ребекка Масаторов выиграл совершенно неожиданно для себя вот такую вот драматичную партию, концовку которой я показал, партию против Винсента Кеймера. Ну, а в следующем, точнее, в третьем туре, Ребек Масаторов играл белыми против Раймеш Бабу Прагнанахи. То есть, Раймеш Бабу Прагнанахи, конечно, один из фаворитов, он хозяин поля, он индийский шахматист, он блистательно играет во всякие такие ускоренные виды шахматного противостояния. Как, впрочем, и Ребек Масаторов, поскольку, не будем забывать, что уже несколько лет, достаточно давно, несколько лет назад, еще до победной для узбекской команды всемирной шахматой Олимпиады в Чинае, он, Масаторов, выиграл однажды звание чемпиона мира Парапиду. Экс-чемпиона мира Парапиду, у нас есть Ребек Масаторов. Сейчас это звание принадлежит сильнейшему шахматисту современности, Магнесу Карсену. Что проходило, как проходила борьба в этой партии? Деребек Масаторов сделал ход С4, последовало КНФ6, КНЦ3, Е5, КНФ3, КНФ6, Ж3 и Д5. Вот в последнее время это самое популярное возражение со стороны черных в ответ на вот такую классическую трактовку английского начала. Не слон Б4, тот ход, который я очень любил делать, и до сих пор у меня ощущение такое, что совсем это неплохо, а Д5. Конечно, там есть свои, так сказать, нюансы и так далее. Ну, здесь слон С5, тот ход, который начал применять активно Фабиана Круана в матче против Магнуса Карсона, и, в общем, выбил это, так сказать, оружие чемпиона тогдашнего. Так играть можно. Не буду повторяться в там десятый раз, почему КНГ-Е5 ничего Берон не дает, почему это не опасно, и здесь тоже не опасно. Д3, А6, вот так вот спокойно трактует эту позицию Роберт Блова Програнданка, А3, А5, чтобы не было Б4, слон Д2, ферзь Е6, ладья Ц1, ферзь Е7. Не уводя даже никуда слона, защищаю ферзем, ферзь ушел на комфортную для себя позицию, открыл дорогу при необходимости слону с поля Ц8, и, кроме того, никаких Б4 нет. Скоро конь, слон и ферзь держат эту диагональ, никаких Б4 нет, еще один аргумент в пользу ухода Ферзь Е7. Слон Ц3, А4, зафиксировали. Ну, логично очень играет Програнданка, и позиция, в общем-то, по большому счету около равенства. Вопрос, как ее трактовать. Вот такой ход слон Д6. Ну, не знаю. Наши электронные друзья говорят, что надо сыграть ЛДН6 вообще, не беря дурное в голову. Можно Ферзь Е8 сыграть тоже, не опасаясь никаких, естественно, взятий на Е5, потому что на Ф2 можно промежутки взять. Хорошо. Слон Д6, увели слона, от всяких идей, связанных с ходом, слон бьет Е5, увели с линии, последовало Е3, слон Ф5, ход Е3, конечно, полезен для белых, препятствует ходу к выпаду конь Д4, черные планировали это сделать, но теперь ослабляется пешка, стоящая на Д3, правда, это не страшно. Ее так вот, как бы защитили, на Е4 еще конь может прыгнуть, Ферзь Е6, Конь С4, Конь идет другим путем, коль скоро давления реального нет, вряд ли следует рассматривать всерьез возможность взять НС4, ДС, взять НС2, два слона и преимущество у белых окончания очевидное, так что это не то. Но можно было сыграть, например, слон Ф8, то есть мы играем черными, мы не претендуем на перехват, на то, чтобы сразу, а, а, у нас здорово. Ну, чуть-чуть хуже, но не более того там. Скажем, слон ДС6, то есть жертвуем пешку. Можно пожертвовать пешку, сыграть Ферзь Е8 и сказать, а у меня два слона, у меня хорошая компенсация за пожертвованный материал. Хотя, это на любителей, конечно, вот слона Ф8. То есть это жертва пешки, как я уже сказал, после взятия, 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 Ферзь Е8. Вот, был сыгран на слон H3. Опять же, по-человечески понятно. Теперь уже вроде как взятия на С6 совсем не то. Это расплатывать не надо. Но белые меняются на H3. Своего сильного, этого самого, что не знаю, как каталонского, не каталонского, английского слона меняют. Но атаки у черных нет, а у белых довольно гармоничное расположение фигур, поэтому чуточку лучше у белых остается. И Д4. То есть меняется структура. Белые делают ставку на продвижение центральной пешки, на захват пространства. Фигуры для этого настроены, расположены как надо. Сейчас ладьи на линиях С и Д, ферзь, слон, открывающийся, открывающийся по Д4, Д5, конь на С4 хороший. Ладья Е8, Д5, конь Е7 и конь бьет Д6. Изменилась структура позиции еще раз. У белых слон, который лучше коня. У белых некоторое преимущество пространства, но у черных нет больших слабостей, а белый король подослаблен, что сужает возможности белых, но у них лучше. Безусловно, у белых все-таки получше. Ладья Д4 с идеей взять пешку на А4 и при случае ладья А4 вначале отпросить, может быть, ферзя, а может и нет, сразу взять. Черный играет Б5, пешку защищают, ферзь Д3, атакую пешку, которая защитила свою коллегу на поле А4. Теперь надо было, наверное, сыграть вот как-то так. Бог с ним, с ферзем на А3, Бог с ним, со слабым белым королем. Ну, скажем, ладья Б4, там ладья В8 тупо встали в пассив. Правда, понимаете, здесь все-таки хуже у черных. А вот ферзь Д4 висит мат на Ж7, но Ф6 можно сыграть, это не хочется делать, может быть, сильнейший ход на самом деле. Тогда получается вот какое-то такое лавирование, белые начинают по линии е поддавливать, куда-то там влезают на Ж6, по линии е на Е6, на Е7. Неприятно, не хочется играть эту позицию, она просто хуже у черных, это понятно. А если здесь сыграть не Ф6 в этом варианте, а конь Ф5, атакую белую ферзь защищает свою пешку, тогда вот так, ферзь Д4 угрожает Соломбир Дж7, между прочим. Хотя вот я сказал, угрожает, а угрожает ли не факт, там уже H5 есть у черных ход, может быть, это не угроза вообще. Но тем не менее, идея есть. Вот Ж6 предположим, ферзь Ф4, ну и начинается вот такая возня, где у белых Х плюс очевидный, так как у черных теперь уже ослаблено прикрытие короля и вся диагональ С3, H8. Не хотелось в Ф7 играть, так что я порекомендовал ход, а вот так внутренне сам поморсился в свете тех вариантов, который я показал. Было сыграно же Конь Ж6, видимо, исходя из этих соображений, жертвуем пешку на Б5, белые забирают, а за что? Ну, Конь Ф3 угрожает, Конь Ж4, наверное, тоже. Но есть ход ФЕ2, всех прикрыли. Всех прикрыли. Есть ход Конь Ж4, нет хода Конь Ж4, потому что поле Ж4 контролируется и Ферзем, и Ладьей. Конь Ж4, Ферзь Конь Ж4, нет хода. Ферзь Ф5, Ладья Ф3, Ф4, просто выиграли белые пешку, сказали спасибо, нет ли еще. Вот уже по линии белые нагнетают давление, угрожает Ф4, и как-то за буквально 2-3 хода позиция, которая выглядела так чуточку, лучшего белого, символически, ничего особенного, стала просто абсолютно выигрышной. Мало того, что лишняя пешка, но еще и доминация, прекрасная слон, идея Ф4, и стройная, тяжелые фигуры по линии Е. Ладья Д8, слон Б5, забрали пешку, две лишние пешки, ради этого можно и слона разменять на коня, ради второй лишней пешки. Теперь Ладья Д1, и все как-то очень просто закончилось. Д7, Ферзь С2, ну, проигрывает сразу, но спасения, разумеется, не было бы в любом случае. То есть, Ладья С2, это что такое? Проявить активность, я не знаю, Ладья Е8 сыграть, что ли? Наверное, Ладья Е8, наверное, Ладья Е8, это не было партия, как вы догадывались, взять и взять, и взять и висит на Ф7, на Ф7, и Д7 может сыграть. Совсем просто. Взяти, взяти, Д7, черные сдались. Угрожает Ладья Е8, единственный защит за корольев 8, тогда Ладья Е1 с угрозой Ладья Е8, если пешку забрать, тогда получается мат. Ну, так, Ребек Амсоторов выиграл вторую партию подряд, и уверенно, так сказать, захватил лидерство, как выяснилось. А выяснилось это, ну, как выяснилось, Магнус Карсен в то время имел две ничьи, 50%, вот он играл в третьем туре с Сантошем Ведитом, белыми фигурами, и я показываю эту партию. Я до этого показал, как он, не очень убедительно, разыграв дебют и середину партии против Робежа в Упор-Донадхе, тем не менее, спасся, поскольку соперник в почти выигрышной для себя позиции начал из-за дефицита времени и под действием авторитета самого Магнуса повторять ходы и сфиксировал ничьи. Тут же Карсен Ведит, Магнус снова играет белыми, вторую партию он играл черными, и были сделаны вот такие ходы. Что интересно, на мой взгляд, ну вот Д4 Магнус не играет, он допускает Берлин, берлинскую систему, но на Д4 на классику не идет, поскольку мало сейчас любителей мериться силами вот в основных вариантах, которые получаются после размена на Д8, лишения черных рокировки и так далее. Как-то, в общем, психологически не то. Ну, Максим, ваш херограф регулярно ходит белыми на эти позиции, некоторые другие изредка. Ну, ладно. Владя Е1. Вот такой внешний неброский, невнятный ход. Некоторые шахматисты и шахматисты добивались успеха вот в таком разветвлении. Вот они играют таким образом, то есть, белые играют дальше на ладе Е8 играют слону на Ф4, допуская взятие на Е1 и взятие на Д4. На Д4 Сантош Ведет не взял, и это довольно логично, поскольку считается не без оснований, что в случае слон бьет на Д4 и взятие, ну, отступать на бить на Б2 не очень то, там слон С7 есть удар у белых такой неожиданный, и на Ф7 ферзь Е8 а если сыграть ЦД, тогда Конь С3 это Миттельшпиль с плюсиком у белых. Ничего особенного на самом деле. Черные могут сбросить пешку и с двумя сторонами получают чуточку худшую позицию за счет все-таки худшей структуры, но считается, что благоприятно для белых идти с Магнусом Карсеном на такую скучноватую, грустноватую чуть-чуть худшую позицию не хотелось. А ход Конь Е8, который ну, общепринятый. Черные после этого вот таким образом раскручиваются. Слоны Ф5 Ферзь Е3 Конь Д6 Х3 Х6 Чуть-чуть гармоничнее белые стоят. Конь Д6 не оптимально расположен у черных, поэтому белые чуточку лучше имеют позицию, но не на много, совсем не на много. Весли Сова иногда же выигрывал такого рода Ншпиля или Миттельшпиля черными фигурами, когда соперники пытались добиться чего-то существенного. Теперь лучше было сыграть Слон Д6. Вот скажу сразу. А коль скоро форточка уже есть, неточность, позволяющая белым добиться легкого плюса. Хитрость в том, что теперь не защищена пешка Ф7. Одна из хитростей. Конечно, еще форточка в пустую словно бы пошла. То есть, восьмой ряд по-прежнему слаб, но пока это не сказывается. А сказывается, что после С4 размена-размена пешка Ф7 будет атакована. То есть, будет атакована белым Слону Ферзем. Надо играть к Слону Ж6. И белый играет ладья Е5, выигрывая как бы темп и слегка доминирует по центру. На самом деле, позиция не очень приятная для черных. Не то, что она плохая или трудная, но защищаться нужно аккуратно. Ну, король Ф8 играет здесь. Сантош ведет. Логично. Король подтягивается к центру. Пешка развязывается. Ну, Ферзь Д6 никуда от черных не уйдет. Ферзь Е3. Хорошо. Ферзь Д6 играется. Ж4. Уберут свои планы. Доминация по центру. Даже ладья Д8 не создаст угрозу Ферзь Д4 и за ладья Е8 шах. А на королевском фланге что-то такое сейчас вот начнет происходить после Аш5. Ферзь Д7. Пешка на Ж4 шаха. Ферзь Ф4. Теперь ладья Е8 меняя ладьи. Опять же, действие черных очень логично. И вот, попав, столкнувшись с некоторыми трудностями, индийский герасмейстер начал действовать осторожно, четко. И он близок к тому, чтобы уравнять шансы. И лучше всего было поставить слона на С2. Но в очередной раз слон уходит на Аш7. Это не оптимальное решение. У белых, кстати, остаются лучшие шансы. После этого слон Б5 они играют. Б6. Слон отступает назад. Но в Бурбе черным стоило сыграть Б5. Вот как-то вот так. Слон Б3 и Ф6. Они решили Ф6 сыграть сразу. Хорошо. Ладья бьет Е8, король бьет Е8, ферзь дает шах, король Е7. Но не опасался этого видит, идя на весь этот вариант, поскольку висит пешка на Ж4 шахом. И на Д4 без шаха. Но на Д4 без шаха брать не очень хочется, поскольку ферзь бьет Б7 и Берой ответит. И Берой отводит слона, уводит его из полудара, чтобы на ферзь бьет Д4 ответить ферзь бьет Б7 это явно в пользу Берой. Тоже не выигрышная позиция, прямо скажем. Ферзь Д7 пойди выигрывай. Но чуточку лучше там ферзь Б8 например, ферзь Б4. Все-таки лучше у Берых. Вот. Слон Е4 решил Санта Шведиц сыграть. Что-то, конечно, такое. Что-то черные взамен имеют, но немного. Все-таки пешка отсутствует. Слон Д5. Слон перешел в центр на хорошую позицию и, наконец-то, дважды отступив неосмотрительно на Аш7. А4. Магнус усиливает позицию. Ф5 нужно играть, иначе нет контр-игры никакой. Теперь можно было сыграть ЖФ, король Ф6 лучший ход и ферзь Б8. У Берых здесь было бы лучше. Может быть, ЖФ был правильный ход. Ферзь Б5 не тотчас. Вы понимаете, за ферзь Б7 шаг. Ферзь Б8 сразу сыграл Магнус Карсен и далее ферзь Е5 шаг. Теперь оптимальным ходом был к королю Ф8 и белым трудно реализовать свое преимущество, хотя оно уже здесь очевидно. Ход король Д8 облегчает задачу белых, поскольку король уходит от пешки Ж7, которая может оказаться теперь главной слабостью, а не пешка Б7, как было совсем недавно. Король Х2. Простое усиление. Белые хотят подтянуть короля, забрать пешку Ж4 с ладом и с лишней пешкой выиграть партию. Слон Ф3 препятствует черное этому маневру. Ну, хорошо. Взяли-взяли. Все равно сыграли король Ж3, хотим забрать эту пешку. Материальное равенство, но пешка Ф3 обречена и белый ферзь с ферзьем окончания занимает изумительную позицию в центре на Е5. Король С8. Король идет вперед. Вообще не хотим убрать пешку, хотим вперед. Мы подграживаем разбирным ферзем, между прочим, позицию черного короля. Ферзь Б8 шаг теперь становится возможным в целом ряде вариантов. Ферзь Ф7, шаг, король отступает. Ферзь Б3 еще шаг, король отступает. Ферзь Б2, пешку забрали, пешку Б7 защитили, но ферзь Б7, не менее важная пешка, черный уничтожает соберным ферзем и где-то как-то маячит уже проходная по линии аж далеко продвинутой и близкой к пулю превращения. Ферзь Б2, Ферзь Е5, король вперед, опять Магнус усиливает давление, но и в общем такие позиции, такое преимущество Магнус не выпускает как правило. Шаг. Но если король Е6, тогда повторение и ферзь Ф5, вот такой маневр, ферзь Е6, перевод подобного рода, можно повторить позицию, там как-то так вот, ферзь Е5, с помощью длинного маневра удалось передать через хода король Д7, король Ф2. То есть элементарно после король Е6 не выигрывалось все это дело, но ходом ферзь Е5, потом король Ф2 все-таки можно было постепенно усилить позицию. Был сыгран на король Е8. На восьмой ряд не смотрится ход. Нельзя сказать, что он намного хуже, чем король Е6 и тот и другой не спасали. Хотя бы поэтому. Лучший ход, но и он не спасает. Единственный ход, но и он не спасает. А почему же он единственный? Ну, ферзь Ф6, король Д2, король Х3, король Д7, ферзь Ж7. То есть видите, Магнус все равно не сразу, так сказать, усиливается. Наконец переводи ферзя возвращает на поле Е5. Король готов побежать вперед. Король Д7, Ф4, вот так вот, не опасаясь шахов и более того, перекрывая важную диагональ, чтобы на шестерзь можно было забрать пешку. Шах, король пошел вперед, король Д1 и король Ф5. Ну вот, играя Ф4, Магнус, конечно, имел в виду, посчитал последствия этой отдачи пешки с шахом, что как-то так по-человечески делать не хочется, тем более в рапиде. Но другого, простого, четкого пути к усилению не было к выигрышу, а это четкий путь к выигрышу. Взятие, король вперед. Бить на Е5 нельзя, по вполне понятной причине. Кажется, ФЕ тоже выигрывала, но ДЕ, конечно, сильнее. То есть, угрожает, что король Ф7. Если идем королем на поле Е8, тогда Ф5, король Ж7, ну и пешка Ф решается у него партия. А в случае С5 играем король Ф7, ну и, скажем, и пешка Е проходит первый и первый выигрывает партию. Поэтому бить на Е5 нельзя. Было сыграно ФЕ3, ФЕ8, висит на Б7, больше ничего не висит. С5, защищая пешку, таким образом, своим ферзем. Ну, взятие простое. Аш5, ФЕ6. Опять же, сказать, что это совсем все элементарно я не могу, но позиция белых абсолютно выигрышная при четкой реализации, а магнус именно это и делает. Угрожает А7. Это вот страшно для черных обстоятельства, иначе можно покакетничать. Ну, нельзя играть там Аш4 за А7. Поэтому взятие, взятие, ФЕ8 возвращается на убойную позицию, С6 с угрозой дать шаг с поля Д7. Черные сыграли. Так вот, и после ФЕ8, защищая свою пешку, как-то пытаясь защититься, парируется вроде бы идея матов 2, хода ФЕ7, ФЕ7, но белые меняют ФЕ8, все учтено могучим ураганом. И теперь кладнокровный ход король ГОТО, Х5. Некоторое время борьба продолжалась, после короля Ф6 черные сдались оппозиции, ну и варианты такого рода всем хорошо знакомы. Ф5, потом Ф6, и белая пешка проходит Ферзи. Ну что ж, на этом на сегодня все. В плане творческой, так сказать, части, составляющей этой программы. Скажу, каким оказалось положение после третьего тура. Единичный лидерство захватил Нервеков Саторов, обе выигранных партии, одну концовку, и одну партию сначала до конца он показал. У него 2,5 из 3, а места со второго по третьей по четвертой. Делят Магнус Карсон, Веслисоу и Судилдут Нараньян из Индии. Вот скобочку не поставил, поставлю. Ну, в партийнике идут трое Даниилдов, Арджуна Ригайси и Нихал Сарин. Видите, Арджуна Ригайси здесь такой вот достаточно скромно держится. А Ромеша Бабу Прогананха тем более. Он уступил Нервекову Саторову и идет сейчас минус один очко из трех. И замыкает турнирную таблицу Винсент Кеймер и Сантош видит. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Перед тем, как проститься, я по традиции призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал тех, кто не сделал этого ранее и, разумеется, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы как в очном режиме, то есть сидя напротив друг друга за доской, так и заочно, то есть в сети интернет. А пока до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok